так пацаны всем ядроководам посвящается эта посылочка у нас кто это прислал нам будько св я уже открыл чтобы не засорять эфир вот так вот значит пришел он нам вот такой вот беленький пищевой пленочки все четко вот таким вандальным способом мы сейчас хотя нет не буду рисковать боюсь ломить что-нибудь блин не поленился ты серёга замотать столько всякой всячины намотал вот такая у нас белоснежка аккумулятор так это у нас как говорил сергей вставка транспортировочная а вот и магнитики магнит сейчас скажу для чего так 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 там он проводочки защелочка по размеру вроде бы все нормально попробуем как он сюда входит пока без аккумуляторов оп защелкнулся все вроде бы пучком посмотрим как вылазить так вот смотрите крышечка значит закрывается заглушка да и ничего не выпирает есть ребята мастера делают такие что не защелкивается это раз и выпирает это два это конечно минус тянем вот за этот язычок об достаточно ох ты елки-палки туго дату компрессия хорошая по весу по весу вот этот вот ну да он намного легче нету в принципе очень важно и трак тяжелый прибор поэтому каждая нам грамм ульчика так как на включить весы вот так включаем и попробуем все взвесить этот 50 грамм 24 миллиграмм 24 25 где-то так вот а этот 29 62 сериал ну это конечно легче в два раза чем этот базара нет а теперь я так поспешил я наверное вытащил теперь я хочу взвесить вместе с аккумуляторами как он будет так у нас же ведь здесь ведь 18650 банк то будут ядреные но их там всего три этих 8 от тех 3 я думаю вы все прекрасно уже знаете и траководы для чего мы берем вот такие вот подвести под банки 18650 это время продлевает нам то есть на таких вот я могу два раза походить к примеру да вот на этих она этих я могу и пять раз ходить в зависимости от нагрузки который будет испытывать металлоискатель в полевых условиях так и значит с ним еще шли вот такие вот неодимовые магнитики вот магнитики в принципе давай тоже взвесим но они ничего не весь тут чего и взвешивать так ложим и один грамм 113 нормально кстати заказал с китая сюда банки на 18650 летокаловские но пока что у меня их нет но у меня есть другие и я думаю многих из вас тоже есть другие вот такой вот старинный у меня ноутбук есть у гандошины он уже все тут уже тут вот пробил видеть там самоделка короче уже тут все он уже умер и мы короче вот в этом месте можем взять отсюда банки банки вот они видите у меня весь разломался его уже в принципе вскрывал вот сейчас вы ну вот сейчас вы ну представим что вы ничего еще пока не видели как разломался аппарат этот asus короче вот такие аккумуляторы в ноутбуках вот не заряжаются он детроливали я его вытащил вскрыл вот такие вот банки 18650 каждая я уже все это тут измерял каждая по 3400 миллиампер 3 и 7 вольта сейчас я их разъединю и буду сюда вставлять прежде чем их вставить друзья прежде чем их вставить мы должны определиться да где у нас плюс где минус сюда кверк жопа вы по любому не вставите вот язычок снизу то есть вставляем вот так соответственно здесь маркировки нет но это не проблема это сделать сейчас мы это я вам покажу вот они у нас банки да и как узнать какой стороной этой стороной пихать туда или этой стороной пихать туда для тех кто не знает все легко элементарно покажу вот такой вот аппарат наверно есть в каждом доме у каждого мужика если нет это не означает что вы не мужик это означает что вам надо обязательно его купить короче говоря вот всегда на мультике вот такого типа 800 ресторой дт мультиметры вот где написано ком значит вот этот черный значит у нас минус этот будет у нас плюс этот минус этот плюс вот опять на двадцатку выставляем и смотрим где у нас минус где плюс хопчики опа показывать на этом мультиметре с минусом значит надо перевернуть и все значит все нормально вот теперь смотрим это минус это плюс но это в принципе корпус он всегда минус вам я не знаю для демонстрации вот он оторву кусочек это вот и есть корпус самой банки он как стакан идет а это уже получается плюс вот этим минусом вставляем на пружину минусом вставляем на пружину далее сюда на следующий на минус ставим вот этот магнитик опять одеваем дальше опять не разорвешь их опять ставим магнитик и опять одеваем опчики все есть немножко есть небольшая болтушка но это не вопрос мы можем еще один магнитик у нас ведь три магнитик сергей нам положил сейчас мы туда и подпихнем все вот так значит все у нас стоит все на месте все нормально теперь давайте померяем правильно ли мы вставили значит вот сюда сейчас опять мы померяем сколько нам выдает вот значит вот это минус у нас это минус и сравниваем с этим вот как он должен становиться и так и так значит значит еще раз тут смотрим все мы угадали значит левый у нас минус а здесь и здесь точно так же если вы можете заметить видно там показания все ништяк учитывая то что последний раз ноутбук включался полгода назад естественно они подразряжены потому что для гитрака надо нам 12 вольт это мы их подзарядим теперь смотрим смотрим значит вставляем гитрак щелк отлично щелкает включится он у нас или нет проверяем все отлично все заработало все прекрасно смотрим сколько вот он простоял видно да что зарядка полная мы все нормально все в принципе вообще шикардос давай теперь проверим вы помните сколько там было на том наши банки весит 164 67 сотый мы не будем считать давайте оставим 164 грамма так отлично и теперь вот эти и какие у нас стояли да вот эти вот наши аккумуляторы с нашим стандартным боксом оба все аппарат этот вес и наши не ловит весы мои до 200 грамм всего-навсего здесь значит в этом в этом боксе в нашем стандартном с аккумуляторами больше 200 грамм но есть у нас один выход значит у меня есть вот такие вот еще весы тоже китайский в принципе не знаю если найду сделаю ссылочку вам оставлю я их всегда вожу на копе потому что где-то чермет надо взвесить или еще чего-то всего лишь две микро микро пальцы два мизинца и вот точные офигенные вот выбирайте килограммы ставить и все так не чиркает стала не чиркает 275 грамм на свет поверни 275 грамм ребята это больше чем на 100 грамм больше чем на 100 грамм он у нас тяжелее тяжелее чем вот этот а вы знаете да как для етрака важно 275 грамм все смотрите стоит дай покажу видите груз сняли у него есть память вот груз сняли а у него есть память так что это очень офигенные вот эти весы они четкие все ништяк ну в общем вот такие вот такие вот у нас новости к сезону мы готовы на все вот на аккумулятор на токаловский аккумулятор который я сейчас жду у них есть защитная таблетка вот здесь вот здесь вот в плюсовой у них в плюсовом контакте у них здесь есть защита от переразряда и перезаряда такие вот аккумуляторы из ноутбука их за ними конечно надо следить следить чтобы не перезарядить не пера не переразарядить лучше всего заряжать умными зарядками умная зарядка это летокаловская зарядка кстати сейчас прям у меня есть у меня здесь есть эта ссылочка я вам сейчас покажу какую я жду так сделаем вход в корзинке у меня есть так 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 вот сейчас вот это открою отдельной ссылкой и вот значит вот эта зарядка я которую сейчас жду вот она умная зарядка летокала я ее покупаю без без вот этих приблуд нажимаете короче вот сюда вот вот есть разные варианты самый дешевый 1050 есть вот зарядкой уже идет она вон в сеть вставляется у меня есть такая 12 вольтовая и зарядка плюс зарядка для автомобиля это уже почти три сотки сверху мне эти приблуды не нужны это все уже есть поэтому я вот такую вот закажу а вот эти вот аккумуляторы вот летокаловские вот они вот тут идут там плата у них с защитой то есть если он совсем сильно разрядится до безопасного состояния банка у вас отключится очень можете почитать я вот себе выбираю вот так вот три 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 баночки вот я себе заказал вот сюда выбирать три банки выходит и тут всего 516 рублей это охрененно это самое дорогое ой самое дешевое вот из из всего интернет что я нашел для летокаловских акумов это самый дешевый так что ссылочку тоже оставлю короче походу там под видео одни ссылки получатся ну ладно чё мужики все ништяк сереже привет сереже спасибо заказывайте ссылку на серегу оставлю под видео вот так что пишите это самое в контактах там ему и он все разжует если я чуть не дорожевал вот ну и все всем ребят спасибо за просмотр спасибо за лайки спасибо за дизлайки пишите комментарии что если я их где-то не догнал вернее если вы не догнали где-то там не так объяснил я вам объясню еще и буквами напишу так ну вот и все в принципе ребят всем большое спасибо всем пока